что вы присоединяетесь к моему прямому эфиру в столь поздний час. Мне это очень приятно. Какая там диета сегодня? Вы не представляете, буквально час тому назад. Говорю, Лёвушка, давай Макдак закажем? Он говорит, конечно, Наташ, давай. Я не против. Ну и, как говорится, всё хорошо. Понеслась душа в рай. Вон Лёвушка сидит, говорит, душа понеслась в рай. Есть хотели очень сильно. Ой, это точно. Мы так хотели есть просто. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые мои подписчики. У меня самые лучшие подписчики. Естественно, Сейшек остаётся на острове, конечно. Александр Попов. Здравствуй, мой дорогой. Саша Попов, ты очень много пропустил. Судя по тому, что ты спрашиваешь, где Таня, ты много пропустил. Голос шикарный у вас. Спасибо большое. У меня такой противный голос. Я когда пересматриваю свои прямые эфиры в записи, думаю, господи, как же меня люди слушают вообще. Минск, привет. Значит, в связи с чем я вышла в столь поздний час? Огромная просьба к моим подписчикам и вообще к аудитории Дома-2 и Бородина против Бузовой принять к сведению, что теперь у нас изменилось время трансляции нас на канале ТНТ. Теперь мы будем выходить по будням с понедельника по пятницу в 10 часов 15 минут. Поэтому, кто спит, просыпаемся, кто не спит, включаемся. Борщ я чувствую, ещё мы будем год обсуждать. Лёвушка. Да, голос у вас расслаб... Что вы? Расслабляющий? Это приятно. Это приятно. Я тоже целый день не ела, выпила только две чашки кофе и всё. И на этом думала, всё. Голодовка удалась. Ну и как-то всё потом соскочило к Читмилу. Захар сказал, новый проект открывают интересные... Господи, Захар молодец. Он ещё не то скажет. Это про... У Захара про проект спрашиваете. Я не знаю ничего про проект. Лёва у вас спрашивает, как у Лёвы дела? Прекрасно. Видать, наши люди, которые с нами давно. Прекрасно, спасибо. У Лёвы прекрасно дела. Значит, кто не понял, когда будет вещание... Рассказываю. Есть такая история, как Гугл. В Гугле забиваете. Программа передач. Я специально забила, сделала скрин и выставила в сториз. В 9 часов идёт Дом 2 Лайт. Далее идёт Бородина против Бузовой. Лёва замужем, говорят. Лёва, ты мне из меня? Нет, мы ещё Лёвушку не выдали замуж. В смысле, в 10.15 утра, а в 23.00 будет. Дорогие друзья, я вам говорю про Бородина против Бузовой. В прямом смысле. Заходим на программу передач на завтра. На завтра. И смотрим. Там всё русским языком написано. Сахалин, привет. Я вас очень люблю. Благодарствую. Сейшика жалко. Ну а что делать? Сейшик, между прочим. Сейшику повезло. Он в надёжных руках. Не переживайте. Мне сегодня целый день пишут. А как же Сейшик? А как же курицы? А как же утки? А как же... В общем, все живности пристроены. Чечня, привет. Привет. Силка, говорит, моих нет. Я написала. Давайте вопросы. Думаю, зачем я их написала? Одни и те же вопросы. Как Сейшик, да как курица. Приветики. Сколько я работаю на проекте, я ответила в сторис. Смотрите мои сторис, пожалуйста. Зачем я их выставляю? В конце концов. Это вы про меня забыли, а не я про вас. Мурманск, привет. Привет. Что-то у нас такое вообще всё. Стацевят не съедят. Кстати, смотрите. На следующей неделе тоже будет Стацевят. Анастасия. Также я до этого выставляла, дорогие друзья, официальная группа Дом-2 ТНТ. Выставили пост. Зайдите в эту группу и почитайте. По поводу Острова Любви и СССР. Всё. На этом коротенько всё. Три года работаем на шоу Бородина против Бузовой. Шоу Бородина против Бузовой. Два года. А до этого мы работали просто было в шоу Дом-2. Остров Любви. Разбор недели. Здравствуйте. Итак. Почему это одни и те же? Я спросила, какие носочки у Лёв. Я ещё сегодня не знаю, какие у него носочки. Какие у вас носочки? Боже, серенькие. Опять в какой-то там суши. Суши. Роллы и чего-то там такое. Ну, Лёва, он серьёзный парень. У него всё серьёзно. У него носки даже серьёзные. Сегодня мне прислала одна подписчица. Некий паблик выставил про меня там даже целый пост, что Тилаева какая-то лицемерная, в общем, конченная. Спасибо большое. В общем, там очень интересно этот паблик про меня написал. По-моему, Дом-2 сплетни или что-то типа того. Так вот, ребята, я, правда, этого не видела. Мне просто подписчица прислала. В общем, я лицемерная там жопу вылизываю, писькиваю. Очень короче. Сколько бы про меня ни говорили, молодцы! Чёрный пиар тоже пиар. Пусть говорят. Я же не против. Лёва Огонь. Лёва, да. Лёва ещё тот. Хат-дог. Я же вам говорю, Сейшик пристроен в хорошие руки. Чё вы переживаете? Не волнуйтесь. Ещё по Сейшику будет видеоотчёт. Здравствуйте. Спасибо большое. Вот видите, с первого дня со мной подписчики. Куда Сейшика, где он теперь? Не знаю. Всё. Сил нет отвечать про Сейшика. Прямой эфир посвятим сейчас Сейшику. А Лёва, он за кадром. У него отходняк. У нас сегодня вообще был адовый адок. Да, Лёвушка? У Лёвушки отходняк, он на релаксе. Да. Он кайфанул от Макдональдса и на релаксе. Да, да, это хватит. Что за проект интересный? Смотрите. Значит, кто объявил об этом проекте, того и спрашивайте. Я откуда знаю? Ребята-то уже не являются участниками, поэтому что они там задумали, интересуемся только у них. В общем, на этом всё, коротенько. О трансляции и изменении по времени. Ну, а вы-то просто мне конкуренция. Сейшик в надёжных руках. Я же вам говорю, я же врать не буду. Вся ж правда только у меня. Кто там опять наяривает? Сахнов объявил. У Сахнова спрашивайте. Вот, у Захара спрашивайте. Захара, вы же знаете, он же ещё тот хохмач. А Ганесян покинули? Нет, не покинули. Чё это они покинули? Все на местах. У меня иногда такое ощущение, что вы не следите за участниками, а все новости узнаёте у меня. Я вам больше скажу, не может пошутил, а просто пошутил. Итак, коротенько, значит, рассказала я вам. Не забывайте смотреть, куда тряснится, у меня вечно убегает. Не забывайте смотреть шоу Бородина против Бузовой в 10 часов 15 минут на канале ТНТ. Благодарствую. Благодарствую. Так приятно, столь. Я бы... Только раз бывает в жизни встреча... Как дела у Стрелкова? Нормально у него дела всё? Все новости только у вас, из первых уст. Мы не смотрим ББ. Ну и плохо, что вы не смотрите ББ. Группа ББ в Инстаграме удалились. Чего это вдруг? Нет. Быть такого не могёт. Да, с завтрашнего дня, 16 октября 2020 года, мы начинаем выходить в другое время. Потому что это вопросы не ко мне. Скажите, при, зачем вернули хохлушку? Какую? Вот. Ну а теперь о нашем насущном. Спасибо большое. Слава Богу, Тане уже получше. Слава Богу. Можно ссылку на группы. На какие группы? Забивайте, господи, в этот... В Инсте заходите, забивайте группу. Дом 2 ТНТ. Всё. Только... Почему никто не... Становит. Всё нормально будет. Ребят, все изменения по сетке вещания заходите в Гугл, и там программа ТВ написана. Тяните жойстиком до ТНТ, и всё там написано. По поводу вечерних эфиров я не в курсе. Я не хочу об этом говорить. Я не знаю. Я знаю трансляцию изменений в нашей программе. Как там? Нормально, Уманский Паршина? Зайдите к Уманскому в сториз. Посмотрите, как они сегодня проводят роскошное время. Как бабичи с колонн. Да, так, как говорится, нормально. Нормально всё. Вопрос. Пол эфира я провела, теперь спрашивают, во сколько теперь ББ? В 10 часов 15 минут. Так. Сегодня ещё одна у меня подписчица спрашивала, а что это Милена пришла к вам на ББ на программу? Я ей говорю, да, а что в этом такого? Что-то странный какой-то вопрос. Давайте теперь коротенько о нас с Лёвушкой поговорим, о его прекрасных носках, о моей потрясающей диете, как я с ней справляюсь. Что вы всё про острова, да про Сейшика. Здрасте, спасибо. Люди, которые были на... Сил нет. Нафига я вышла? Я ничего... А, ещё мне вопросники. Безус переживает? Да, Безус переживает. Лёша реально переживает. Но Милена молодец. Сегодня она пришла, сегодня мы разбирали опять их проблемы. Милена молодец. Ничего не могу сказать. Мы с ней очень тоже душевно поговорили, несмотря на все наши стычки. И Лёвы, и носки, и диета. Конечно, давайте про Лёву. Сегодня я выгляжу отвратительно. Очень интересно, ваша диета. Есть результаты? Нет. Результаты? Результатов, как говорится, нет. Вы любите отдыхать? Нет, я отдыхать не люблю. Это первое. Второе. Я отдыхать не умею. Диета, как говорится, вот такая. Раз. Ну и коротенько о закусе. Два. Всё. Вы самый лучший психолог позитивный. Благодарствую. Что за Лёву? Здравствуйте. Кто не знает Лёвушку? Лёву знают все. Лёва, это вам не шутки. На одни носки Лёву не посмотришь, сразу на вы будешь разговаривать и шёпотом. Лёвушка думает, господи, как вы мне все надоели. Дать тебе ещё бигмак? Да, здравствуй. Мы с Миленой не ругаемся вообще. У нас всё с Миленочкой потрясающе. У нас всё хорошо с Миленой. Всё нормально сегодня. Мы ещё после шоу минут сорок разговаривали. Яббаров с Димой Дмитренко помирились. Я рад за них. Молодцы. И чё? Когда успели? Только странно. Во сколько вы ложитесь спать? Я высыпаюсь. Это факт. Ложусь я спать в 7 часов утра, ну, где-то в половину восьмого. Сегодня я проснулась в 12.30. Милена красотка, да. Я ей сказала, Милена, кушай. Кушай витамины, ибо ты очень худая. Она сказала, хорошо, Наташ, буду кушать. Здравствуйте, Ёшкар-Ала. Привет. Слушай, я забыла, Ёшкар-Ала это где? Это не Казахстан? Россия? Граница? Так, дорогие друзья, давайте расскажите мне, как у вас там обстановка с этим, вот с этим делом. Коронавирус, коронавирус. Республика Марию. Понятно. Ребят, у меня тоже беда такая. Я целый день... Здравствуйте, Таганрог. Привет. Минск, привет. Смотрите, я целый день могу не есть, потому что мне некогда, и мне не хочется. Я вообще, в принципе, я никогда не завтракаю кабардино. Да, у Милены на нервной почве... Да, она на нервной почве худеет. Будете Милену на ББЗ? Естественно. Вот, значит, у меня такая проблема. Я хочу вам рассказать о своей проблеме. Я с Польшей у нас капец, понятно. Волгоград, все очень плохо с ковидом. В вашем возрасте уже вредно вести такой образ жизни. Я дико извиняюсь, какой такой образ жизни? Слава Богу, нормально у нас Тульская область. Вам повезло. Литву чую опять закроют. Понятно. Наташ, какое задание для вас придумала Таня? Честно говоря, не знаю. Еще пока. Как-то так сложилось, что пока не знаю. Но вы узнаете все. Первый. В Воронеже полная жопа. Понятно? Не спать ночами имела в виду. Ну, ребят. Каждый же выбирает для себя, как ему удобно. Я вообще, в принципе, не понимаю, честно говоря, как можно заснуть в 12 часов ночи. А в 9 вечера? Вечер или утра? В 9 вечера. Вечер это вообще для меня, блядь, нонсенс. Благодарствую. Питер. Мы, кстати, скоро приедем к вам, если нас тут не закроют опять. В Ленинградской области более-менее нормальная обстановка. Это хорошо. Ребят, значит, мой образ жизни это мой образ жизни. Я, батюшки, гляньте наверх. Ну, все, как говорится, конец. Это Белоруссия. Да, в Белоруссии, по-моему, вообще не было короны. Значит, смотрите. Я вообще не понимаю даже, как можно заснуть в 2 часа ночи, если честно. Для меня это вообще не мое время. Чувашия жопа. У нас начинается самоизоляция в Ростовской области. 11% заболевших. Я не знаю, точно ли это. Карантин начинается снова. Зашибись. Кто такой Саша Стоун, Милене? Завтра показывать на ББ будут. Ну, показывать будут не завтра, а в понедельник. Саша Стоун, это известный блогер. Зайдите в Инсту и посмотрите. А в Англии опять карантин на 4 недели. В Санкт-Петербурге жопа с короной. Зашибись. В Карелии полно болеет. У вас ночью съемки? Нет, у нас с той ночью работа. Отчего через лист невозможно посмотреть Дом 2? Я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что можно смотреть Дом 2 Рутуб. И Тенте. Канал. Так. Шоурити. А! Юперный театр. Надо в Дом 2 съемки написать. Напиши, потому что я тогда этому айтишнику говорила. А это у них там проблема, Лев. Напиши, что у нас вышла рамка, заставка. Пожалуйста. Это у них там. Они потом чинили. Так, я иди-ка извиняюсь. Все пропало, не то на экране. Пиши, что в потоке Литова рамка. У нас на самом экране? Да. В потоке что? Литова. Литова? Летово. Это у них там. В трансляции что-то. Вот это там? Какого плитова? Летово. Летово. Все. Летово. 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 Воронеже тесты делает кое-как результаты через неделю. Наташа, я благодарствую. Так, ребят, у нас, значит, вроде бы тоже колебания по поводу животных острова пристроили в надежные руки. Да, совершенно верно. У нас тоже такие в Москве колебания по поводу заболевших. Почему еще на работе? Ну, потому что мы еще на работе, товарищи. Почему Рапунцели не научат Василису ходить на горшок? Почему вопрос ко мне? Я просто не пойму. Ведет время научат. У нее еще не такой большой возраст. Я только два с половиной. Поэтому, почему это Вас должно волновать? Мне больше всего нравится, почему это волнует Вас. Странно. Ой, я бы в жизни неадекватной. Просто как они с Аленой дрались и разносили студию, страшно было. Да, адекватный он. И Алена адекватная. Не говорите глупости. Просто когда люди на эмоциях, а когда они чересчур эмоциональные, ну, происходят иногда такие стычки. Поэтому, не переживайте. Как дела у Левушки? Прекрасно. Передай привет Диме Фадееву из Перми. Перезагрузка. Кто это? Ты как на радио как будто... Дима Фадеев из Перми. Я передаю вам огромный привет. Перезагрузка. Настя Карпун. Кто такой Настя Карпун? Вот. Показчики. Василиса Умная девочка всему свое время... Вот и я говорю. Чего вы лезете в другую постель? Ребят, да. Я вот считаю вообще вопрос неуместный. Кому какое дело? Ну, с другой стороны, понимаете, все... Такое ощущение, что все люди по ту сторону экрана у всех, ну, как минимум, как минимум в год. Давай я напишу. Как минимум в год уже все были без подгузников, либо в месяц. Не понял. Можете фотку прислать? Секунду. Можем. Поэтому, Лешка, не пойму, дошло или нет. Да. Да. Больше всего мне нравится, как люди критикуют других детей. Не своих. Свои-то, конечно, все святые. Господи, прости, естественно. Но почему вам есть дело до чужих детей? У этих детей есть родители. И эти дети также для своих родителей святые. И когда они пойдут на горшок, ну, мне кажется, как минимум, это не вас должно волновать. Что-то я орать-то начала. Странно. Ну, и что он там? Котенок. А мне, кстати, много раньше писали, что... Как так? Вы крестная. Вы должны сказать. Да нет, я ничего не должна. Ребят, я не должна говорить. И это не мое дело. Я вообще в эти дела не лезу и не считаю нужным это делать. Кто у кого как неправильно держит ложку. И почему дети не ходят на горшок? Мое какое собачье дело. Ну, не ходит, не ходит. Придет время, пойдет на горшок. Мне больше всего нравится, как другие люди лезут в памперсы другим детям. Сейшик в надежных руках. Такое ощущение, что у меня весь прямой эфир должен быть про Сейшика. Успокойтесь. С Сейшиком все в порядке. Ну, и что там, Володя? Володя! А чей второй телефон? Тоже твой? Ты знаешь, старый мой. С каких-то? Ты знаешь, что я делаю? У меня много. Извините. Здрасте. Таджикистан, привет. Вот. Поэтому давайте тему с детьми прикроем, закроем. Когда будет эфир с Настей? С Настей будет эфир вторник. Вторник. Не, меня просто это... Ну, дико возмущает и раздражает, когда начинает говорить про детей. Ну, как-то мне кажется, это, ну... Странно. Вот именно. Вот совершенно верно, Даша, боюсь ошибиться, вы пишите. Вот именно, посмотрите в свои прокладки и в свои трусы. Потом уже лезьте к другим. А то все такие умные сидят на диванах. Критиковать других. Конечно, проще всего критиковать других. У этого глаз косой, у этого нос кривой. Бомбануло? Ну, да ладно, я что-то пропустила, как вас там бомбануло. Можете перебомбануть. Вот именно, не говорите. Вот это очень смешно, что вы написали по поводу 20 годов. С кем из участников вы не ладите? Нет таких. Нет таких. Какие украшения вы предпочитаете? Бриллианты. Бри, бри, бри. Бриллианты, бриллианты, золото, бриллианты. У меня же аллергия, я же бижутерию носить не могу. Серебро носить не могу. А еще мне нравятся вот такие вот, из фарфора. Вот. Такие штучки из фарфора. Говори потише, у меня соседи в стену стучат. Вы можете выйти отсюда. Вон отсюда. Открою вам тайну. Операторы не монтируют, операторы снимают. Это так вам на... Мне тоже нравится. Акаш, скажите, пожалуйста, какой продукт у вас всегда есть в холодильнике. Хлеб и яйца. Парень мой на вас ругается. Парень ваш может меня не смотреть. Не монтажники, а монтажеры. Молодцы. Понятно. За кого будете болеть в ЧГ? Ну, почему же будете? Я уже болею в ЧГ. Я не буду говорить за кого. Да, спасибо большое. Мои рыбки ненаглядные. Ребят, вот я думаю, на какую тему нам, мне проводить прямые эфиры. Но точно не про Дом-2, не про Острова, не про Сейшики, не про Курей. Домой завтра, после съемок, ночью. Испания, привет. Да, может она глухая, но это ее головная боль. Я просто не понимаю, зачем глухим заходить в прямые эфиры. Прямые эфиры же слушать надо и слышать. Ну да ладно. Это, как говорится, не наша проблема. Так вот, на какую тему вы бы хотели, чтобы были мои прямые эфиры? Ну, понятное дело, борщ побил все рекорды. А как же с... Яна, я тебя умоляю. Свинка Настя тоже пристроена, не переживай. Значит, где была, что видела, это сразу говорю. Заранее провальная история. Потому что нигде не была. Крайне мало где была. На данный момент у меня вообще даже загранпаспорта нет. Поэтому, ну... Здесь, я думаю, я ничем похвастаться не смогу. Вот. Благодарствую. А-а-а... Ян... Ну ты, конечно, молодец. Слушай, Яна, вы когда приедете с отдыха, придете на шоу Бородина против Бузовой? Как бы заранее надо договориться. А то мне я уж соскучала без вас. У тебя поляна включена, естественно. А как же? Нет. Пропала. Ребят, вот я не понимаю. Многие ловят кайф, когда оскорбляют людей, да? В Египте очень красивое море. Здорово. Вот у меня такое ощущение. Вы видели прямой эфир, где Татьяна Африкантова трусы снимала? Что вы там смотрите? У меня идет этот пятый канал Детективы. Я же детективная душа. Я поняла. А что, кое-что? А-а-а! Поняла. Ну, а ты узнала, да? Нет, на Сушилов я не была. Зачем мне быть на Сушилов? ББ же в Москве снимают. Какую музыку любите? Классическую. Я очень люблю музыку Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского. Терпеть не могу вот этот вот рэп непонятный, для меня это вообще адовый ад. Но в основном классическую музыку. Но в основном классическую музыку и крайне редко я слушаю вообще какие-либо песни. Просто песни. Это сказывается на моей памятник, я уже песни стала забывать. Знаешь, странно, но мне говорили другие вещи. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Не знаю, что тебе говорили. Спроси у меня, я тебе отвечу. Но только не здесь, естественно. Я не замужем, ребят. А, ну, в этом весь товарищи есть. Сергея Ляпина пригласите. Сегодня только разговаривали с Ляпиным, но с ним вообще разговаривать невозможно, в принципе, никогда. Он несет свое. Нравится, как поет Лобода? Да, нравится. Да, у меня музыкальное образование. И это тоже имеет место быть. У меня абсолютный слух. Я терпеть не могу, когда фальшивят. Меня прям начинает коробить. Хотели бы замуж? Нет. Вот честно, нет. Что я там забыла, ребят? Зачем мне это надо? Я сам себе режиссер. Ну, мне же, как говорится, не 20. Я уж там была два раза. А кто это Ляпин? Ну, ребят, Ляпин это ярый антифанат. Что дети? У меня есть сын, у меня уже внучке три года. Понятно. Вопрос. Если я пью одна ночью, я алкаш? Нет. Почему же сразу алкаш-то? Ну, вы тоже, дорогие друзья, сравнили Колю Должанского и Ляпина. Ну, это же совсем несравнимые вещи друг с другом. А-а-а, понятно. Да нет, я-то, я-то спросила не с тем умыслом. Нет, я не главная над вами, ребят. Я работаю на шоу Бородина против Бузовой. Ян, я тебя понимаю. Понимаю прекрасно, но я не к тому спросила. Я тебя спросила не к тому, а я тебя спросила просто потому, что я тебя спросила. Замуж не надо, но в старости нужен тот человек, кто тапочки принесет. Дорогие друзья, учитывая, какие сейчас мужики, я для себя выберу такой вариант. В старости буду ходить босиком. И нахер мне будут не нужны эти тапочки. Я вам вот так скажу. Много я пью кофе, ну, минимум четыре. Сегодня еще Манский мне принес пять, ну, где-то шесть пью. Вот, поэтому мне не нужны ни тапки, ни вода, ни стакан. Я поставлю около кровати кулер и буду пить. И не нужен мне никто. Зачем мне это надо? Брак это добровольное рабство. Вот. Не пойму о чем. Манский кофе мне принес. Он мне все время кофе приносит. Никита вообще, он очень галантный парень. Я сама себе тапочки принесу. Чего их нести? Дошел на дел, пошел. Да, ребят, я вот вам честно, торжественно, как пионер и комсомол, и как консорг школы, обещаю. Торжественно клянусь. С понедельника все, никто не уговорит меня, никакой там этот. Только тот. Этот нет, тот, да. Все. Да, и лучше босиком. Конечно. Я согласна с вами, ребят, что в наше время очень сложно встретить нормального мужчину. Именно нормального, достойного, чтобы вот он был мужик мужиком. Я не знаю, где они все перевелись. Это странно. Это странно. Ну, а если даже и где-то как-то встречаешь мужика мужиком, вот прям он мужик мужиком, он тоже говорит, да зачем мне жениться? В принципе, меня все устраивает, нахер надо. Вот, но настолько жизнь вообще перевернулась с ног на голову, что... Нет. Чего глупости там пишете про Татьяну? Да, нет, есть нормальные, я не спорю, я, нормальные они есть, но они все заняты. Либо они сами не хотят связываться с бабами, понимаешь? Вот я же говорю, продолжу. Мир перевернулся с ног на голову. Мужикам не нужны женщины, а женщинам не нужны мужчины. Вот и все. Вот так я вам скажу. Татьяна. Но это так и есть. Была замужем, развелась и сказала все. А нет, еще разок выхожу. С чем я вас и поздравляю? Молодец. Совет да любовь. Ну что, я ничего не могу сказать против. Хорошо. Это тоже очень даже хорошо. Я левша, да. Ну, я не... Я просто левая рука у меня опорная, а так я пишу правой. Но так я левша, у меня левая рука рабочая такая. Спокойной ночи, Ян. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А, что вы там говорите зря? Зря вы так порядочным женщинам достаются хорошие. А я что говорю? Я что-то не то сказала? Я вообще про это не говорила. Можно пройти по бартеру? У меня... Я не... Я свободное время сплю. И все. Здравствуйте из Беларуси. Беларуси, привет. Кира, нормально? Сто лет уже мы ее не видели, но, надеюсь, скоро увидим. Я бы вам нашла, но жаль, в другой стране. Вы знаете, я такая противная, господи. Ну, это я цвет такая приличная. Белая дувана. Так я вообще противная, тетка. Теперь кое-что. Да ладно, прекратите на себя наговаривать. Порядочным я поняла. Вы меня простили. За что? Карина, 14.12. Вас изумительно красиво... Благодарствую. Юлия Короленко, в чем я вас игнорирую? Скажите мне, пожалуйста. Израиль, привет. Нет, в свое время меня не пустили в Израиль. Да, мне нужно было поехать в Израиль, и меня не пустили. Да, Татьяна поправляется, и ей уже намного лучше. Все хорошо, ребят, не нужно писать чушь. Да, представляете, мне не дали визу в Израиль, когда еще был визовый режим. Видимо, потому что я в свое время полгода жила в Пакистане. Поэтому Израиль меня не приняло, не пустил. Губы у меня свои, да. Верите, Соленко, на проект, а то скучник. Да, Соленко не нужен проект, он вообще не собирается на проект. Что значит, у меня две сестры? У меня одна сестра. А кто еще второй-то? Мамочки воспитывают мальчиков как надо. Я тоже бы по этому вопросу поспорила. Вот даже вы в возрасте женщины, но очень красиво на проект берете каких-то затасканных страшил. Почему вы мне вопрос этот задаете? В Израиле сейчас не так просто попасть. Так у нас же безвизовый теперь режим. Что у вас за погода? У нас сегодня еще было очень тепло, но с завтрашнего дня начинается. Спасибо большое. Есть же какая-то ошибка, которую жалеете до сих пор? Есть. А у кого их нет? 21. Только раз бывает в жизни вустреча. Да, сегодня был, кстати, холодный ветер. Это факт. А, понятно. Вот к этому арабам. Я же не арабка. А мне не дали визу тогда. А в детстве я хотела стать стюардессой. Что вы? Это была моя мечта. Мечта моя была. И на тот момент было такое правило поработать год на земле, и потом тебя автоматом брали бы стюардессу на борт корабля. Но поработав год на земле, я подумала, зачем мне это надо? И продолжила работать на земле. Кире три года. Тамбов, привет. Благодарствуй, Лондон. Боже, Левушка ушел. Жалко. Я бы ему сказала, что у нас в очередной раз Лондон смотрит. Оставьте в покое Ебарова. Ага. Я вот не пойму. Знаете, ребят, сколько людей, столько и мнений. Во всяком случае, я не обязана нравиться всем. Кому-то я нравлюсь, кому-то я не нравлюсь. Вот. Да нет, почему я закрываюсь? Я же отвечаю вам на вопросы, которые вы мне задаете. Я просто говорю, отстаньте от Ебарова. Ребятки, дорогие мои подписчики, я на Дом-2 никого не беру. Я работаю на шоу Бородина против Бузовой. Потому что все вопросы не ко мне. Совершенно не ко мне. Ребята, не ко мне. Вы немножечко не различаете всего. Поэтому задаете эти вопросы мне. Не мне это нужно задавать. Пусть админ вынесет цветы. Зачем? Я же цветы не люблю. Ребят, спасибо вам большое. Еще год... А я вот не помню, когда... Год назад я не думала, что у меня будет такая огромная аудитория. Сзади меня на стене это журналы Дома-2. По-моему, всем это видно. Странный вопрос, что за журналы. Там все видно. Это журналы Дома-2. Я не люблю суши. Я вообще не понимаю эту еду. Суши... Вот так иногда роллы. Еще куда ни шло. И то роллы с белым хлебом и так далее. Вот это просто так, вот эти роллы... Не мое. Вот. Возьмите зрителей на ББ. Периодически я выставляю, кому нужно обращаться, чтобы попасть к нам с зрителем. Строго Москва и Московская область. От 18 до 35. Смотрю на вас и всегда удивляюсь, откуда вы всегда находитесь. Столько энергии и позитива. Еще ведь делитесь с вашими подписчиками этой энергетикой. Да, я сама удивляюсь. Между прочим, сегодня была такая достаточно сложная, тяжелая съемка. Вот. И, ну, несмотря на это, я взяла себя в руки и решила выйти с вами поговорить. Ну, и еще, конечно же... Еще, конечно же, хотела вам также сказать о изменении по времени. То, что мы теперь будем выходить в 10-15 утра с понедельника по пятницу. Лариса — это исключение из правил. Скажите, пожалуйста, участники СССР уже в Москве? Они были в Москве? А они где были, участники СССР, были в Москве? Вы что-то там путаете. Какая моя любимая кухня? Да у меня нет такого любимая кухня. Я, как бы, такой человек непривередливый, если честно сказать. Вот честно, вот прям совсем, положа руку на сердце. Я люблю хлеб. Я люблю макароны. Я люблю картошку. Я люблю сосиски. Я люблю макдак. Вот. Ну, а остальное так. Да-да, нет-нет. Ну, то есть, нет такого. Я люблю только вот эту кухню. И все. И все. И все.